всем привет друзья я вас поздравляю с началом весны и обычно когда весна начинается погода вокруг не похоже на весну еще долгое время но сейчас тот редкий год когда это не так это не так в лучшую пользу светит солнышко везде сухо светло пусть еще не слишком тепло до кататься уже можно кататься нужно и чтобы исправить вопиющую несправедливость и разбавить бесконечное количество bmx mtb street dirt тест-драйвов я начинаю снимать контрильники и первый велосипед который я хочу вам показать это after traction 14 года с обновленной рамой если вы помните старую раму то вы знаете что она была с косынкой под рулевым стаканом с обычной рулевой колонкой и не относилась к разряду жестких рам жестких я имею ввиду накатистых теперь здесь изменилось все новая рама легче жестче накатистей у нее прямые перья и что к верхним перьям что к нижним было были применены технологии увеличивающие жесткость заднего треугольника чтобы увеличить собственно степень вашего наката то же самое было сделано и с передним треугольником это большая нижняя гидроформированная труба нам в этом помогает конечный рулевой стакан по последней моде не знаю насколько это действительно нужно но люди в европе считают что да я считаю что нет но тут мы расходимся и и в общем то трекшн это самый младший велосипед основанный на новой авторовской раме гидроформированной жесткой и получается что начинает трекшна велосипед эти относятся к не просто покатушным байкам а к велосипедам для тех кто хочет заниматься уже чем-то связанным с соревнованиями либо кому важен накат кто стремится к собственным личным результатам либо кто ездит на любительские марафоны в общем категория рамы изменилась теперь она более спортивная чем раньше и так здесь по прежнему осталось евро каретка что позволяет вам не ставить системы с bb30 каретки которые дорогие не везде продаются а использовать старые резьбовые каретки шатуны типа шимановских двухэлементных с рамовских в общем их очень много стоки здесь стоят неплохие шлицевые шатуны сантурик всем в общем то для велосипеда созданного как самый первый велосипед линейки для соревнований он он с этими шатунами в общем смотрится органично вилка здесь rst blaze коническим уже штоком с масляной с масляным картриджем которые действуют как плавная компрессия вплоть до блокировки вилки также имеется механический прилог пружины что позволяет вам настроить вилку пожестче в общем то все на эксцентриках и притом на эксцентриках не только колеса но еще и подсидельный хомут что приятно потому что даже на велосипеде за большие деньги созданным для профессиональных гонщиков или на дунхильном подвесе в общем на любом псевдо или не псевдо профессиональном оборудовании часто люди стремятся сделать light техно light не там где это требует моблин элементарное удобство когда вот здесь стоит зажим под шестигранник это бесит то что велосипед бывает первую неделю не настроить прям так сразу под себя обладь приятель хочет прокатиться и надо менять высоту седла всем из этого приходится лазить за шестигранниками здесь такой херни нет и плюс уделили внимание мелочам то есть поставили резиночки на плетку тормозного троса чтобы не натирать раму и поменяли немножко гриб со слаконами которые теперь позволяют кататься на них комфортно не только в перчатках дальше здесь гидравлические тормоза тектор драку кто-то настроен к тормозам тектор скептически я раньше тоже был к ним скептически настроен но прокатившись на этом велосипеде я понял что совершенно зря у них есть модуляции нормально адекватная работа в общем то то же самое можно сказать о монетках оливио и переключателях задний дёрд передний оливио также дёрд к сожалению не шаду то есть при сильной тряске обут колбасить об нижнее перо это минус также не порадовало то что цепь вообще без покрытия как-либо уменьшающего степень трения зато кассета с покрытием жалко была бы и цепь с покрытием было бы вообще шоколадно в общем то цена велосипеда в среднем будет наверное долларов 950 и с учетом изменчивого курса сейчас в магазинах стоит 32 тысячи рублей и как она цена будет меняться в течение сезона совершенно непредсказуемо все это зависит от курса доллара и это неприятная особенность нашей экономики но не будем углубляться в эту тему педали педали с виду простенькие но на самом деле на промах с пыльничками и металлической рамкой то есть это педали те педали которые не сразу попадают в зону риска которые не надо сразу менять сразу купив этот велосипед вы на что-то не попадаете вы не будете вынуждены сразу же в магазине соображение безопасности какую-то запчасть менять как это часто будет с комплитами седло здесь удобно и несмотря на то что с лимовой формы она в общем то все мышцы ноги позволяет оптимально работать в меру мягкая но учтите если вы садитесь на велосипед первый сезон первые две недели ваша пятая точка будет отваливаться я вам это гарантирую подседельный штырь без особых претензий на облегчение но тем не менее грамотно сделаны грамотно запрессована верхняя часть сам штырь сам шток и он не топорный что тоже радует то же самое относится к выносу автор респект и рулю автор респект это не смысле я респект автору выражаю в смысле так называют так баренды здесь самые обычные ничего из себя не представляющий в общем то если вы не хотите быстро ободрать алюминиевые колечки на грипсах купите себе другие баренды потолще эти раздолбаются очень быстро покрышки здесь геркс мескал это полу слики они больше подходили пересеченки для парка для травы меньшей степени для асфальта тем не менее есть слой протекторы посередине который позволит вам сохранить накат на асфальте но не ждите каких-то чудес если вы будете гонять по городу ставьте слики в общем-то в цвета цветовая гамма велосипеда шикарная велосипед заметный много белого к сожалению все белое седло быстро станет серым и это печально но слава богу они не стали ставить белые грипсы и делать покрышки полностью белыми что просто безумие обода двойные автор сфер предусматривают установку вибрейков но это не про трекшин это видимо про младшие модели на трекшине вообще нет креплений под вибрейк но есть крепление под бутылку и насос слава богу потому что даже на профессиональном супер гоночном велосипеде эти девайсы жизненно необходимы втулки на промах автор в общем ничего не изменилось сравнении с прошлогодними накат они как видите сохранили не такие тупые втулки как иногда бывает на промах когда совсем чуть-чуть катнешь колесо сделать полтора оборота и застрянь учтите что здесь еще ветер не обманывайтесь на мой голос это вот эта замечательная мохнаточка спасает вас от отвратительных шумов что еще здесь можно сказать по-моему я прошелся реально по всему велосипед господа давайте теперь прокатимся на нем попробуем ощущение от новой рамы вплотную и а и и и Субтитры делал DimaTorzok Велосипеду можно Вообще, с учетом того, какое количество велосипедов через меня проходит Уже образуется ощущение велосипеда пятой точкой Это то, чего мне раньше не хватало И можно судить по байкам не только по навеске Но я имею ввиду, стрит-дертбайки я могу судить и пятой точкой, и шестым чувством, и чем только не могу Я там знаю все вдоль и поперек В контрринах, велосипедах, конечно, личного гоночного опыта у меня не так много Но потихонечку он начинает появляться В общем, по сравнению с прошлым годом, совершенно другой велосипед по ощущениям Хоть навеска плюс-минус осталась такой же, но рама меняет абсолютно все Велосипед едет очень-очень накатисто Он как утюг прижимается к дороге Держится за нее И, в общем-то, на любых неровностях начинает подколбашивать Я не имею ввиду грязь, я имею ввиду колдоебины типичные наши от плохой дороги И, собственно, этого не могло не быть Потому что сделано было для этого многое Чтобы вас трясло, чтобы успеть сохранять тем самым накат Потому что на нем теперь можно приехать на соревнования И показать время лучше, чем у вашего соседа На обычной кросс-контрейной раме с изогнутыми перьями Которая абсорбирует вибрации Этот велосипед вибрации не абсорбирует Ну, по крайней мере, седло не садистское Вилка работает хоть как-то Можно ее заблокировать И, в общем-то, наслаждаться быстрой накатистой ездой Естественно, если поставить слики Так накатистая езда, это, конечно, не совсем правильный термин В общем, вывод какой, господа Если вы больше смотрите в сторону любительских соревнований, личных рекордов Этот велосипед отлично впишется в вашу коллекцию Или станет вашим первым велосипедом для этих дел Если вы любите просто распиздяйское катание Не стремитесь за результатами И предпочитаете больше комфорт У вас следует обратить внимание на более младшие модели Либо на велосипеды, которые позиционируются как байки для покатушек Байки, которые поглощают вибрации благодаря тем технологиям, которые в них применяются С вами был Антон Степанов С наступившей вас велосипедной весной After Traction 2014 года Всем счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова